добрый вечер друзья я отвечаю на вопрос о том как относятся американцы к иммигрантам из россии украины надо сказать что вопрос понятный как бы то есть как бы интерес понятный но ответ на него как бы зависит от многих обстоятельств функция многих переменных значит в первую очередь надо понимать что американцы в целом доброжелательно относятся к иммиграции в целом это не значит что конкретно вот к этой или к той например они нет не доброжелательно относятся к иммиграции нелегальной они могут с настороженностью например относиться к иммигрантам из каких-то вот скажем так регионов известных своей террористической деятельностью там и так далее но в целом вы на себе это не очень почувствуете потому что к конкретным людям к конкретным людям обычно нет никаких претензий если вы чего-нибудь такое не делаете что к вам возникают претензии но тут еще есть момент вот какой есть разные места что ли в стране есть такие где иммигрантов много к ним все привыкли и по большому счету настолько пофигу вообще откуда вы приехали что даже трудно себе представить может быть даже то что вот иммигрант как бы такой европейского вида может быть даже вам дает но если не преимущество но какие-то вот может быть там дополнительные симпатии по чуть-чуть от каких-то там людей которые может быть немножко устали от того что вся иммиграция это либо из азии либо из латинской америки вдруг они видят там еще откуда-то человек там какая-то диверсификация они даже горой смотри-ка это уже вот и белые попадают значит есть места где иммигрантов особо нет но вот как бы там обычно это места где нет особо работы где нет особо динамики какой-то и тогда кто никто не приезжает и если в таком месте окажется человек например не то что там из другой страны а вот например там из другого штата с другим акцентом вот я знаю что некоторые люди там допустим из техаса жаловались что они куда-то там приезжали в другую глубинку и от них немножко шарахался местный народ так силу консерватизма такого естественно просто в силу того что вот эти из техаса какие-то они странные вот не так разговаривают там как-то одеваются может быть не совсем так там или еще чего то то есть есть такие места где все предельно консервативные может быть там уже не знаю много лет не менялось я помню не про америку будет сказано с англичанином одним беседовал мы с ним работали вместе молодой парень и когда ему говорю ночью а ты вот чего в америку приехал ну ладно я там из советского союза там от большевиков драпал а ты чего и он говорит что они жили в небольшом городке и папа его значит владел мастерской автомобильный причем он был не старшим сыном там было три брата зачем был не старшим то есть мастерская ему не перепадала по наследству ему надо было понять чем заниматься и он говорит отцу вот давай я булочную хочу организовать он такой предприимчивый а тот ему говорят ты чё здесь последние там 150 лет вот эти три булочные и там все покупают никто к тебе не пойдет как бы традиция консерватизм эти есть такие места где не то что ты там из украины россии дабы ли я канады хотя вообще вот как-то и свои там не очень так к ним задушевно относятся хотя в целом надо сказать что я не видел такого вот в основном очень душевные люди и они особенно если вы ходите с ними там в их церковь там какая у них там есть причем они абсолютно не не отталкивают людей других конфессий можете приехать какой-то небольшой городок и все что там есть там вот есть вот вот это протестантская церковь и вы можете быть и католиком и иудеям и там я не знаю мусульманинам но если вам допустим не зазорно туда ходить то они будут только рады и никто не будет вас уговаривать что вы обязательно там меняли свою конфессию они просто рады того что вы вместе с ними ходить мне это немножко напоминает вот я помню как раз год назад эти события в крыму и крымские татары значит предлагали вот там православным вот я не разбираюсь только в этих конфессий not который как бы там какие-то на украинской стороне они остались без храмов и а им говорят пожалуйста можете у нас мечети там выделим вам время будете там собираться то есть я к чему говорю что очень терпимо все наверное есть какие-то нетерпимые люди в каждой стране есть какое-то количество идиотов фанатиков отморозков там и так далее то есть америка в этом смысле не исключение может быть их нет столько сколько там каких-то других местах ну тоже есть безусловно есть самых разных оттенков и левых и правых и в любой абсолютно религии есть какой-то экстрим и нетерпимость там и так далее но надо умудриться на них нарваться то есть надо очень умудриться в принципе вы как как иммигрант вы регулируете сами это в ваших руках куда вы едете с кем вы общаетесь какой у вас там круг общения и так далее молодой человек спрашивает вот я бы хотел задружиться с американцами можно ли задружиться с американцами насколько это реально это настолько реально что даже трудно себе представить вот что так может быть просто и легко они очень открытые очень общительные и это не значит что из 10 американцев с которыми вы захотите дружить все 10 бросятся вам наши ну допустим пяток совершенно нормально единственно что может быть понятие дружбы у них другое не такое как вот у нас там то есть проявление дружбы но вы увидите то есть у нас как бы друзья это люди довольно близкие в том что они обсуждают и о чем они могут с друг другом разговаривать о чем им удобно о чем неудобно американцы в этом смысле они все-таки больше на такой индивидуалистической стороне то есть они 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 не любят грузить других людей то есть если вы хотите ему что-то рассказать он будет слушать если вы попросите рассказать он тоже вам расскажет но если вы не попросите его он не не будет вас сам грузить поэтому такая специфическая как бы есть разница но я не знаю никого кто бы хотел задружиться с американцами и этого ему не удалось по какой-то причине ну кроме может быть знания английского я замечаю что очень многие люди в эмиграции как бы у них первое время им так хочется задружиться с американцами а потом когда уже это происходит и они так потихоньку пропадает вот этот комплекс могу ли я задружиться с американцами и так далее выясняется что на самом деле со своими то как-то привычней и отношения такого более близкого плана если вы привыкли к более близким таким дружеским отношениям то скорее всего это произойдет в отношениях именно с соотечественниками опять не все соотечественники вам подойдут для этого точно так же как и дома вот там где вы живете вот посмотрите на подъезд где вы живете вот насколько там народу из там 50 квартир например со сколькими вам хотелось бы там завести дружеские отношения но хорошо если три это я не уверен на самом деле так соседские дала чтобы дружески поэтому такие с американцами то же самое значит можно можно просто будьте готовы к тому что формат этих отношений не совсем такой как вот у вас там раньше был а так они здесь очень такие социальные они любят тусоваться и виртуально и реально с ними можно и пивко попить с ними можно пойти там на какую-нибудь профессиональную тусовку с ними можно пойти там на тропу там похайкать да там здесь очень много групп по интересам вы вы легко войдете в любую группу по интересам и на самом деле то что вы иммигрант у многих там масса вопросов возникнет расскажи об этом расскажи о том я хочу сказать что даже вот если государство враждебное из которого вы приехали это ни в коем случае на вас лично не переносится абсолютно то есть а вы вот человек и все но из какой-то он там страны хорошо это же он же хороший он же в америку приехал он же не не с бомбой к нам пришел к нам переехал жить вот поэтому до тех пор пока не станут систематически проходить происходить какие-то гнусные события я думаю что американцам сохранится вот это открытость доброжелательность и желание видеть в каждом человеке хорошего человека вообще парадигма здесь такая в обществе в мире вот этом американском что до тех пор пока ты чего-нибудь не натворил к тебе по определению относятся хорошо я вспоминаю как вот допустим советское время там видишь начальнику чем-то подпись какую-то получить там и бумажку напишешь и вот там предложение какое-то и первая мысль вот у него дают какую гадость этот портнов задумал ну и там я не это портнов иванов сидоров там какой потому что когда вы с чем-то идете и первая мысль где здесь заложена гадость у этих такого нет даже даже в голову не приходит нет нет такого хода мысли если только вы не имеете дело с кем-то кто постоянно отсеивает гадость я не знаю там кто я таких не знаю так что это вы чувствуете себя иммигрантом из россии или там украины или беларуси и так далее они им собственно пофигу но какой-то иммигрант ну из какой-то там вот части планеты там какая разница где там эта часть планеты и хорошо там россия хотя большая на там на карте много места занимает скажете что вы там скажем из латвии это может быть проблемой то есть а где латвия вот а что там говорить если вы будете каким-то индусом например разговаривать я заметил что выходцы из индии у них плохо с географией совсем плохо с образованием мастер-дегри может быть и инженерное и там какой-то по общественным дисциплинам вот мне казалось что они не могут не знать где казахстан тоже казахстан но прямо над ними но индию на север идешь и там казахстан нет как бы казахстан не знают а уж там какая-нибудь эстония или там боже да вы чего они и балтийского моря не знают поэтому такое знаете на кого нарвешься вот американцы в целом тоже есть более интеллектуальные есть менее интеллектуальные если вам попадутся более интеллектуальные у них может быть много вопросов вы увидите что они начитанные что они знают и про конфликт там такое конфликт секой они знают из истории там второй мировой войны много они вообще много чего знают такого что и не подумаешь вот а а есть народ совсем попроще они не только не знают но даже вот начнешь им рассказывать им не то чтобы даже интересно было вот их как бы больше интересует свои тут какие-то вещи поэтому вы в том мире в какой вы тут живете бы свой я вот помню очень для меня было показателем мы были в париже лет десять назад и стояли на ступеньках муленруш там ждали когда откроется и там какая-то толпище была небольшая там не значок 30 40 50 постепенно нарастала и мы там были в первые там десятки и вот там какие-то люди стояли они поскольку просто стояли и трепались вот выяснилось там какое-то количество американцев эти американцы давно не спрашивают мы с акцентом говорим понятно но они готовы откуда ты откуда ты откуда мы из калифорнии да какой там акцент все дела там вообще братаны там значит обнимаются тому вообще какой-то вот никого не интересует ваш акцент и откуда вы там и ничего такого свои ребят так что я бы так сказал не берите в голову последнее что вас будет беспокоить это то как к вам относятся люди там и так далее они к вам априорно относятся хорошо вы главное не давайте им повода в этом вас разочароваться так все нормально счастливо